Товарищи, всем здорово! Вы на канале Автосовет. У нас сегодня будет речь идти об этом автомобиле. Это Volkswagen Golf в седьмом кузове, в дорестайлинге. И этот автомобиль на самом деле эксклюзивный. Почему? Это никакая не версия R, ничего там, никаких форсирований, это сток полный. Но эксклюзивность ее заключается в том, что она на моторе 1.6 и с гидромеханическим автоматом. А сегодня 19 июля 2019 года, и на момент записи этого видеоролика таких автомобилей в России продается 16 штук. Соответственно, на ютубе таких автомобилей еще не было, то есть о них не рассказывали. Здесь у нас стоит ЦВВА, прекрасный мотор, это MPI мотор, семейство Y211, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, поправьте в комментариях, я не помню, как это семейство называется. Это наследник мотора BSE, который стоял в Volkswagen Golf 6. Разница в том, что его повернули на 180 градусов, поменяли местами впуск и выпуск. Выпуск у него стал литым вместе с головкой блока цилиндров. Давайте посмотрим на этот мотор вблизи, и я пока кое-что интересное расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все машины, которые на вторую продаются, они все 2014 года. Этот автомобиль 2015 года, при том, что куплен он был владельцем в 2016 году, в марте 2016 года. Кстати говоря, подписчику большое спасибо за то, что он откликнулся и предоставил автомобиль для видео. А моторе попозже, просто бальзам на сердце, пневмоупор, ребята. Блин, ну как видите, Volkswagen делает. Учитесь, пожалуйста, другие автопроизводители. Это же тысячерублевое дело, это просто фигня. Сделайте тоже, это очень удобно. Плюс офигенно удобная открывалка капота. Вам ничего там искать не надо, что где вбок. Вы просто руку засунули, нажали кнопку, открыли капот. Вот мотор MPI, какого-то дремучего 54-го или 56-го года разработки. Ставился и на Фелицию, и на Гольфа третьего, и на второго, и на Шкоду Октавию. На тьму просто машин он ставился. Зарекомендовал он себя как очень надежный мотор, очень классный. Единственный такой небольшой минус, он поджирает масло. Не особо много. На 10 тысяч километров, может быть, литрушку вы дольете, не больше. Но все бы было ничего, если бы не один небольшой момент. Если включить зажигание, то мы не увидим там одной лампочки очень забавной. Эта лампа называется лампа давления масла. Почему нет? Потому что здесь нет датчика давления масла. И мне странно, когда на автомобиль сравнительно новый не устанавливают датчик давления масла. При том, что все, не только в мире, но и за рубежом, они знают, что у этого мотора есть проблема с жором масла. Ну, такое себе удовольствие каждый день, ну или не каждый день, ладно, раз в неделю. Я реже не рекомендую раз в неделю проверять уровень масла по щупу. Это вообще дичь на самом деле, которая в голове немного не укладывается. Больше проблем у этого мотора вообще никаких нет. Потому что он устанавливался точно так же на пола, которых в такси используется просто пруди на самом деле. Если приблизить сюда, мы можем увидеть здесь коробочку компании Aisin, японской, гидромеханическую. И она, как вы можете видеть, по размеру, в принципе, сравнима с этим мотором. Она достаточно большая. Я имею в виду большая по сравнению с мотором. И это просто отличный автомат. Меняйте масло раз в 100 тысяч километров. Горе вообще не будете знать. Хотя бы раз в 100 тысяч. По-хорошему 60-80. Она пройдет точно так же, как и этот мотор. 500 тысяч вообще в легкую. Никаких проблем здесь нет. По понятным причинам. Так как владелец этого автомобиля взял именно такую компоновку. Гидромеханика плюс атмосферный мотор. И все эти машины, которые идут на этом моторе, они не имеют крутых комплектаций. Здесь вы не увидите никаких хайлайнов. И эта машина не исключение. Здесь комплектация такая себе. Чтобы вы понимали, даже кнопок на руле нет. Я сейчас это все продемонстрирую. Я бы хотел вам порекомендовать группу в ВК, в которой вы сможете заработать чуть-чуть денег и стать чуть-чуть добрее. Там чувак платит деньги раз в неделю за то, что вы делаете какие-то добрые дела и отсылаете ему видосы. Очень рекомендую подписаться. Что хотелось бы сказать по поводу кузова и лакокрасочного покрытия. На этих автомобилях оно достаточно хорошее. Здесь, как у фокусов, как у седов, на арках вы не увидите никаких сколов. Вот в этих вот я имею в виду местах. Очень редко они здесь появляются, хотя зазоров здесь практически нет. Здесь зазоры все вот один к одному. Машина сделана в крайней степени хорошо и очень здорово. Давайте к багажнику, а потом к салону. Багажник открывается, как в лучших домах немецкого автостроения. Высота багажника, что, кстати, огромный плюс, она составляет метр девяносто. Собственно, мой рост. Поэтому, когда вы сюда что-то делаете, она вам не мешает. Это супер. Багажник, я не скажу, что он маленький, но он и небольшой. Он обычный гольфовский, С-классовский, я имею в виду, багажник. Но зато он правильной формы. То есть у него нет никаких выпирающих хрений и так далее. В чем плюс такого багажника? Сзади задним пассажирам места вот столько. Я при своем росте сижу впереди. Сижу впереди. Вот сейчас вот я сяду назад. Мне здесь достаточно комфортно. Понятное дело, колени упираются. Но там я же и сижу. Вот здесь места хватает. Что прикольного можно сказать по салону заднего пассажира? Здесь есть обдув. Обдув задних пассажиров. И для гольф-класса это, ну не то чтобы редкость, но это приятно. Когда вот такая штука есть у вас в автомобиле, это очень приятно. Все-таки это не люксовый автомобиль, не люксовой марки. И плюс это обычный С-класс. А теперь у меня вопрос. Какого черта центральный колодец вот такого вот размера здоровенного? Нахрена он здесь такой нужен? Чтобы вы понимали, сюда третий человек практически не сядет. То есть, ну это нереально. Здесь, во-первых, ни длины не хватает, ни глубины. Вот такие вот недочеты вместе с вот этими вот классными фишками, которые не бросаются в глаза, но они очень удобные. Вот такие недочеты, тем не менее, присутствуют. Понятное дело, присутствует подлокотник с двумя местами под стаканы. И это хорошо. Также у вас есть доступ к багажнику через вот такое отверстие. Если у вас там какая-нибудь псина или кошка, она может голову высунуть и дышать свежим воздухом. Поэтому это крайней степени удобно. Изнутри багажник точно таким же образом можно открыть этот самый подлокотничек. Поехали вперед. Что можно сказать по салону? Это все сделано очень качественно. Качество материалов достаточно хорошее. Здесь вот такие барабаны встречаются только внизу. И это достаточно приятно. Но хотя, учитывая, сколько автомобиль стоит, ну понятное дело, здесь бомжа разводить было бы кощунством. Хотя Toyota, в принципе, позволяет себе это делать и как-то ничего ее покупает еще похлеще, чем этого Golf. На момент покупки этот автомобиль новым в 2016 году стоил 1 179 000 рублей. И это достаточно хорошая цена при том, что мы имеем. А что мы имеем? Электроручник мы имеем, систему Auto Hold. Дальше мы имеем штатную кнопку Webasto. Потому как этот автомобиль с такой компоновкой коробка-мотор, он производился только для стран СНГ. Volkswagen побеспокоились о том, что у нас не любят дизельные, у нас не любят турбовые, у нас не любят роботизированные коробки. И, к счастью, выпустил такую компоновку. Именно поэтому я сказал, что такую машину в крутой комплектации вы практически не встретите. Это будет очень большая редкость. И здесь, опять-таки, кнопок на руле нет именно по этой же причине. Здесь нет сервоприводов сидений. Хотя на такого классе машин это достаточно большая редкость. Но здесь есть офигенная отделка под шлифованный алюминий, которая абсолютно не оставляет никаких отпечатков. Она достаточно износостойкая. Здесь есть шторка под подстаканники, что встречается, кстати, в основном у люксовых машин. Самая офигенная штука, которая здесь есть, это подлокотник, который достался всем гольфам от, если не ошибаюсь, четвертого. Он первый такой подлокотник появился. Он умеет выезжать вперед и он умеет, значит, по высоте фиксироваться. Если у вас такой автомобиль, значит, на механике и вы переключаете коробку, у нее есть в крайнем положении фиксатор, который, вот, он фиксируется. Это, если хотите, камень в огород автомобилям Chevrolet, у которых, например, Cruze, у него в крайнем положении эта вся история не фиксируется. Соответственно, когда вы переключаете коробку передач, вы постоянно этот подлокотник убираете назад. И это недоработка. Ну и в этой машине есть кое-какие недочеты. Ну, например, кнопочка. Кнопочка звука. У нее здесь пиктограмма включения-выключения. Если вы ее поворачиваете, эта пиктограмма тоже, блин, поворачивается. Это режет глаз. Я не скажу, что это что-то критичное. Нет, это придирка, понятное дело. Но бред. Можно было бы и сделать за такие деньги. Бардачок, на самом деле, среднего размера, нормальный. И здесь я бы хотел, на самом деле, окунуть, ткнуть мордой в песок, как говорится, владельцев корейских автомобилей. Заметим, SD-карта есть. У этого автомобиля точно так же есть вход под USB и вход под AUX. Слава богу. Поэтому смысла седа брать особого нет, если, конечно, вы не хотите сэкономить немалые 200 тысяч рублей. Но! Но и здесь не все так просто, потому что вы можете не брать Гольфа. Вы можете взять Volkswagen Jetta, например, который является полной копией этого автомобиля. И у которых на нашем рынке связки гидромеханика с атмосферным мотором просто пруд пруди. И стоить эта машина будет тысяч на сто дешевле. Плюс у нее будет просто охереть, какой большой багажник. У Jetta багажник приблизительно как у Octavia. Может быть, чуть-чуть поменьше за счет того, что все-таки Octavia является лифтбэком в основном. А Jetta нет. По поводу руля. Он имеет скос. И это круто. Это достаточно удобно. Качество материалов руля просто потрясающее. Что еще хотелось бы сказать? Сидения. Сидения здесь просто бомбические. Посмотрите, какая большая боковая поддержка. Эта поддержка позволяет входить в любые повороты на любых от 30 до 40 км в час. Потому что больше эта машина особо не едет. Если вы включаете кондиционер и пытаетесь давить тапку, она особо не поедет. Но тем не менее, вы сидите очень комфортно. По понятной причине с левой стороны есть еще регулировка под поясничного упора. Это всегда приветствуется. Это всегда удобно. Если вы устали, вы можете ослабить. Или наоборот сильнее сделать. Это всегда очень комфортно и очень классно. Значит, я сейчас на этом автомобиле еще проедусь. На данной нежирной, далеко не жирной комплектации присутствуют датчики давления в шинах. Более того, они уведомляют вас не то, что какое-то колесо у вас спустило или требует подкачки. Оно знает, этот датчик знает, какое именно колесо подспущено. И оно вам будет показывать индикатор, что правое, переднее, допустим, нужно подкачать. И, собственно, для такого класса машины это что-то феноменальное. Мне это очень нравится. Давайте заведем сей агрегат. Если вы на автомобиле останавливаетесь в пробке или на светофоре, или просто стоите с включенным зажиганием на холостых оборотах, вы абсолютно точно не почувствуете, заведен этот автомобиль или же он заглушен. Потому что, ну, кроме как по стрелке тахометра. Потому что двигатель, ну, он просто шепчет. Он реально очень тихо работает. Это очень приятно. Лужица. Естественно, необходимо за рулем пристегиваться. Налево нормально заедем, Паш? Потому как штраф, блядь, 500 рублей. Он как бы на дороге не валяется. Переключает автомат достаточно плавно. Автомобиль едет очень и очень хорошо. Интересно, в лоб кто кого? У него просто подушек нет. Вот он боится. Мне очень нравится, как едет эта машина. За счет того, что у нее короткая база, все кочки ощущаются вами. Но машина проходит их достаточно сбито. Никакого дребезжания нет. В салоне ничего не скрипит. В отличие от одноклассников, которые стоят дешевле. На порядок дешевле. Это мы берем и Astro-J, и Cruze, и Focus. А почему? Потому что они все-таки одного класса. По объему в салоне у них одинаковое место по сравнению с этим автомобилем. Не знаю, этой машине 1.6 достаточно, я считаю. Если вы собираетесь себе покупать автомобиль для того, чтобы просто ездить и херней всякой не заниматься, то эта машина именно для этих целей. Она выполняет полностью свои функции. Замечу по поводу... Тормоза, кстати, отменные. Вот я прям с непривычки. Они прям отлично прожимаются и очень резкие. Замечу по поводу лепесточков, которые левые там за свет отвечают, правые за воду, в смысле за дворники. Они очень приятно сделаны и они достаточно мягкие. Когда вы их переключаете, ну они прям очень легко идут, но тем не менее вы не чувствуете, что они какие-то ватные. Они реально сделаны очень приятно. Шумоизоляция. Я по поводу шумоизоляции забыл сказать. Наверное, в классе это лучшая шумоизоляция у этого автомобиля. Действительно, без преувеличений здесь очень хорошая шумка. По поводу объема в салоне, на самом-то деле... Я сюда не хочу заезжать. Место в салоне, особенно спереди, достаточно большое количество присутствует. Вот, чтобы вы понимали, левую руку я хочу на подлокотник положить. Не получается, потому что очень далеко он находится. Вот, ну, то есть даже большому, крупному человеку здесь будет очень удобно. Кожа на руле сделана очень качественно. В лучших немецких премиальных традициях, я бы сказал. Разгоняется от машины... Ну, для города, короче, это супер. По поводу ложки дегтя, которую хотелось бы отметить. В первую очередь, это цена. Ничего не скажу. Цена на этот автомобиль достаточно высока. Учитывая, что в России 15-го года нет, только 14-й год продается. 14-й год, вилка цены от 600 до 780 тысяч рублей. Соответственно, 780 тысяч рублей за VW Golf Class это достаточно дохера. С другой стороны, есть Corolla, которая стоит еще дороже. Вы скажете, она чуть-чуть побольше. Да, она чуть-чуть побольше, но качество материалов там оставляет желать лучшего. Товарищи, если хотите увидеть... Я уже сказал про мотор этого автомобиля, да, и как он разгоняется. Если хотите увидеть сравнение, кто быстрее разгоняется до 40 км в час. Вот этот вот самокат непонятной марки, там, Xiaomi или черт его знает что. Или этот автомобиль. Ставьте лайки и пишите в комментарии, хочу дрэк-рейсинг самоката с машиной. И мы с удовольствием запилим, где-нибудь тут выйдем на дорогу. И попробуем узнать, кто же все-таки быстрее. Мне кажется, будет прикольно. Ладно, продолжим смотреть видео дальше. Что я могу сказать после того, как проехался на этом автомобиле? Это, в принципе, эталонное управление автомобилем. Я не имею в виду, что я офигенно так вожу. Я к тому, что управление рулевого колеса, оно очень отзывчивое. Отзывчивое, оно приятное. В машине во время движения нет ни малейшего намека на скрипы, на какие-то потрескивания. Этого абсолютно не присутствует, как у японца. Вон, блин, Кашкай мой стоит, блин. Трещит весь, ты его не успеваешь завести. Он весь трещит. Ну, понятное дело, старее машина. Но суть-то не в том. Суть в том, что сборка очень сбитая. Машина на кочках, на небольших во дворах ведет себя в крайней степени хорошо, ничего не дребезжит и так далее. Ну, с другой стороны, это и пробег 60 тысяч километров всего лишь. Это не такой большой показатель. Что хотелось бы сказать-то в конечном итоге? Ну, уже подходя к концу всей этой истории. К тому, что если вы в комплексе за это все готовы отдавать 750 тысяч рублей, а то и 800, то, забыл, естественно, вариант, то вы не пожалеете. Да, это дорого, но вы не пожалеете. Действительно, эта машина того стоит. С другой стороны, вот рассматривая Golf за 800 тысяч рублей, да мать его, Octavia A7 в а то и лучшей комплектации будет стоить таких же денег. Поэтому вопрос к Вагу. А за что, блин, такие деньги-то в итоге? Кстати говоря, в Европе эти машины производились на всем, чем угодно, кроме атмосферных моторов. Там и были и дизеля турбированные, и, естественно, все пресловутые FSI, и там даже были гибридные и электроверсии Golf, потому что эта машина у них в крайней степени популярна. На секундочку, Golf занимает третье место, ну, не этот Golf, а, в принципе, модель Golf, она занимает третье место по миру, по количеству, по объему продаж автомобилей. За все время. На первом месте Corolla ее только перебила, только из-за счет того, что она чуть-чуть дешевле стоила в 90-е и в 2000-е. Но сейчас, когда Corolla стоит дороже, не знаю, я бы взял, наверное, все-таки Golf. Из приятностей, которых еще встречают в этом автомобиле, чтобы вы понимали, за что вы деньги платите, здесь 8 колонок, в том числе, которые здесь вот находятся в задних дверях. Плюс у переднего пассажира также присутствует настройка поясничная в сидении, и это очень круто. Что еще забыл сказать? Это вот здесь вот в карманах передних и задних, в том числе, пассажиров, есть вот такая вот махрушка. То есть, когда вы сюда поставите бутылочку с водой или еще что-то, она не будет вам дребезжать ничего. Здесь все рассчитано на то, чтобы вы ехали в тишине и спокойствии. Но такое себе, на самом деле, если у вас эта бутылочка упадет и разольется с чем-нибудь сладким. Вот эту херню непонятно, как оттуда высовывать и как ее потом драить. Ну, химчистить разве что. По поводу управления, я уже сказал, что она является эталонным в этом классе. Однако, у Focus 3, цена которому 500 тысяч рублей, управление более острое. Оно намного более отзывчивое и понятное, чем в этом автомобиле. Не знаю, может быть, механизм усиления рулевого колеса как-то по-другому работает. Но у Focus оно лучше. А Focus стоит дешевле, ну, не в два раза, но на 300 тысяч. А это много. Товарищи, что в заключении хотелось бы сказать. Я, на самом деле, эту машину взял на видео только ради того, только из-за того, что у нее вот такая компоновка мотора. И то, что таких видео на YouTube ноль. За это, я считаю, достоин подписки и лайка. Всем спасибо и удачи!